По этой тропе вдоль оживленного проспекта космонавтов Татьяна возвращалась с работы домой. На привычном пути не впервые столкнулась с проблемой стаей собак. Тут, понимая, начинают сбегаться со всех сторон, собаки большие, их много. То есть я их не считала, конечно, но их было очень много. Они бежали просто со всех сторон с диким лаем. Я кричала очень громко. Забыла, что у меня мама висит на проводе. То есть та металась у себя дома, потому что она слышала вот мои дикие вопли. И лай, жуткий лай. Это было очень страшно. В какой-то момент, по словам Татьяны, стая просто потеряла интерес. Именно в этом районе, недалеко от шинного завода, бродячих животных встречают нередко. Какая инстанция должна помочь, Татьяна так и не смогла выяснить. В приюте «Ласка» советуют обращаться в город, а районные администрации посылают обратно в «Ласку». В приюте подтвердили позицию. Деньги по контракту на отлов и стерилизацию закончились. Кстати, ничего другого контракт и не предусматривает. Дело в том, что федеральный закон-то 498-й сейчас ввел практику возвратного отлова. И сейчас по факту мы животных отловили, стерилизовали, привили, обработали там от всяких паразитов и так далее, полечили. Поставили бирку желтую в ухо и отпустили назад. Причем закон прописал, отпустили назад именно там, где отловили. Вероятно, мы теперь вынуждены уживаться с собаками, которые в идеале должны быть стерилизованными. Но деньги у приюта на это закончились, а в городской администрации нам рассказали, что по контракту «Ласка» должна продолжать работу. По контракту количество отловленных животных должно составлять не менее 558 штук. В настоящее время подряд на организации «Ласка», которая выиграла аукцион в начале 2020 года, акты выполненных работ предъявлены на 544 собаки. То есть отловить осталось еще 14 собак, но денег уже нет. А по договору сделать это необходимо, иначе штраф. Проблема большая, но есть и масштабней. Что делать, когда «Ласка» отловит эти почти 560 особей, которые беспризорно бегают на страницах муниципального контракта? Ведь всего бродячих и бездомных собак в Барнауле около 7 тысяч. Эти данные приводит доктор биологических наук Сергей Снегирев, соавтор монографии о методах подсчета популяции собак в Алтайском крае. Если денег на отлов у города больше нет, а вместе с этим нет и других способов уменьшить популяцию, остается хотя бы узнать, как ведет себя стая домашних животных, если вы уже зашли на их территорию и вызвали агрессию. Если человек не проявляет боязни, активно противодействует нападению, замахивается там, подбирает земли какой-то предмет, собаки, как правило, ограничиваются демонстрацией агрессии. Если человек пытается убежать или демонстрирует испуг, вот тогда-то, я возвращаюсь к термину, к тезису о том, что собака это по-прежнему хищное животное, вот тогда-то срабатывает инстинкт хищника, инстинкт преследования. Это законы природы, а они также говорят, собакам нужно есть. Вот мы видим маму и двух детенышей здесь. И самый простой вопрос, откуда они взялись? Почему именно на этом месте? Здесь автомобильная стоянка, это не многоквартирный дом, здесь нет мусорки, где они могут найти провиант. А ответ простой, скорее всего, их кто-то подкармливает. Да и как не покормить щенят? Но об этом и говорят эксперты. Собаки обитают там, где есть кормовая база. Выходов немного. Сердобольным соседям объяснить, что кормить животных значит привязать их к месту, а тем, кто собирается брать собаку, посоветовать задуматься, не захочет ли он потом выбросить ее за дверь. Ведь виноваты в образовании таких стай не собаки, а хозяева, которые наигрались. Глаза закрываешь, и вот глаза бешеные, стеклянные, зубы вот это таскал буквально в каких-то 10 сантиметрах от тебя. Это кошмар. Ребята, никому не пожелаю вообще такое пережить. Андрей Дреер, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком.